В нашей Библии 66 книг, они написаны разными авторами, в разные моменты истории, в разных местах. Места именно кажутся нам незнакомыми и странными. Это другой вид литературы, в котором объединяется история, поэзия и литература мудрости. Но мы поможем вам понять то, что вы будете читать, если вы готовы читать это с нами. В этом году мы начали с Евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они рассказывают историю Иисуса с разных сторон. Евангелие от Марка появилось раньше всех. Ученые считают, что Матфея и Лука читали Марка прежде, чем написать свои тексты. Матфея и Лука делятся другими историями, но основная история неизменна. Четыре Евангелия открывают нам большую перспективу. Если вы собрались читать Библию с нами, то знаете, что мы только начинаем читать Евангелие от Иоанна. Если вы не читали, присоединяйтесь, это вам поможет. Поможет вам. Этот цикл создавался для того, чтобы сдвинуть вас с места. Люблю вас, но хочу избавить от оправданий, почему вы не читаете Библию. Это трудно. Хорошо, давайте все равно читать. Мы постоянно делаем трудные вещи, но я не вижу в этом смысла. Многие относятся к Библии как к двухдневной диете. Мы фокусируемся, готовы изменить свой внешний вид. Наступает третий день, ничего не изменилось? Я пошел в Макдональдс, куплю себе огромный бургер и разберусь с этим. То же самое мы делаем из Библии. Мы читаем ее несколько дней, а потом говорим, я не изменился. Вам понадобится больше усилий. Вы должны решить, во что вы верите. Если вы верите, что это истина, она изменит вас. Мы должны сдвинуться с места. Вы должны принять решение, либо да, либо нет. Ставки высоки, возможности огромные. Бог дал нам помощь. Хочу, чтобы на этой неделе мы разобрали Евангелие от Луки. Мы только закончили читать его. Вы знакомы с ним, но вопрос не только в чтении. Иногда вы отключаете мозг во время чтения, и оно не приносит пользы. Вы должны следить за историей. Не смотрите на фрагмент тут или там, следите за историей. Хочу пройти с вами части Луки, чтобы начать читать Иоанна, а вы увидели нечто иное. Луки, вторая глава, это объявление о рождении. Вот это сюрприз. Лука расскажет нам об Иисусе. В первой главе рассказывается о том, что ангел прилетел в Назарет и сказал Марии, «У тебя родится ребенок». Тогда Мария сказала, «Наверное, вы не по адресу. Я не делала ничего такого, чтобы это было возможно, понимаешь?» Ангел сказал, «Нет, я по адресу». Это будет сверхъестественно. И с первой главы мы понимаем, что история Иисуса уникальна. Непорочное зачатие. Это непривычная концепция. Это базовый принцип истории Иисуса. Он не похож на других. Финал его жизни будет не таким, как у всех. Понимаете? И вы должны принять решение по этому поводу. Вы верите этой истории? Ведь если это ложь, то Иисус лжец и шарлатан. Лука предлагает читателю поверить во что-то, либо отвергнуть что-то. Он требует от нас решения. А во второй главе Луки мы видим удивительное заявление. Там были пастухи. Они жили возле Вифлеема. Маленького городка, в котором Мария должна была родить ребенка. Они содержали ночную стражу у стада своего. А вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Большинство это место знакомо. Возможно, вы слышали его у Чарли Брауна. Нужно учиться везде, где можно. Или вы видели его на открытке. Стоит отметить, что эти слова были сказаны пастухам. Пастухи первого столетия были на грани общества. Им даже не давали слова на суде. Они не могли быть свидетелями. Их считали обособленными и не верили их словам. Когда я думаю о том, как Бог заявил о рождении своего сына пастухам, группе людей, которых считали неблагонадежными, у меня лицо расплывается в улыбке. Бог искупает тех, кого мы считаем недостойными искупления. Вот как я попал сюда. И вы, кстати, тоже. В 9 стихе сказано, вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господня сияла их. Друзья, мы видим драматические события в истории Луки. Я видел много объявлений о рождении или свадьбе, но я никогда не видел, чтобы приходил ангел, а поле освящалось славой Божией. Лука открывает нам нечто. Это необычные вещи. Вы должны обратить внимание на них, потому что приход этой личности будет удивительным. Евангелия задумывались как объявления. Их нужно было читать публично, вслух. Их читали глашатые. Евангелия были объявлениями об Иисусе, о Его жизни. О том, как Он пришел в мир, кем Он был, что Он сделал для нас. Именно об этом говорит нам Лука и Иоанн. Это удивительная история. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Мессия. Это не просто объявление, не рассылка. Это не чат, не фото в Инстаграме. Ангел объявил об этом. Но Лука не останавливается на этом. В первой главе Евангелия от Луки ангел приходит к Марии. А во второй мы видим объявление о рождении Спасителя. Далее, в третьей главе Луки мы видим то, что происходит 30 лет спустя. Иисус пошел креститься. Это не хронологическое описание истории, не ежедневник проходит 30 лет. И вот он должен креститься, и сказано так. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлась небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глаз неба глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иоанн крестил сотни людей, могущественных, бедных, местных, неместных. Иисус пришел креститься, и произошло нечто уникальное. Лука рассказывает нам об этом. «Когда Иисус крестился, небеса открылись, и Дух Святой сошел на него, а с небес прозвучал голос, «Это мой Сын, я люблю Его, я доволен им». Прошло 30 лет, и Бог Отец говорит, «Я доволен своим Сыном». Если вашим детям за 30, то вы говорите, «Я рад, что они не живут со мной в одном доме». Это третья глава. Лука показывает нам нечто. Обстоятельства Его рождения уникальны. Объявления о Его рождении уникальны. Его выход на публичную сцену подтверждается Богом Всемогущим. Все, что идет дальше, несет сверхъестественную печать Творца. Все это делается для того, чтобы вознести Иисуса в наших глазах. Мы пытаемся сделать Его одним из нас. Да, у Него была земная оболочка, безусловно. Он мог иметь все слабости, присущие людям. Но Он пришел, чтобы показать нам нечто иное. Он пришел ради другой цели. В четвертой главе Луки сказано следующее. Давайте посмотрим. «И пришел в Назарет, где был воспитан, в свое село. И вошел по обыкновению своему в день субботний в Синобогу и встал читать. Ему подали книгу Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Проповедователь Лето Господне благоприятный. Он читает свиток Исаии, и, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него, и Он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Они ходили в синагогу, как мы в церковь. Каждую субботу читали фрагменты Писания. В этот день Иисусу дали свиток, и он в нем нашел Исаию 61 главу. Прочитал то, что написал пророк. После этого он сказал, «Сегодня это исполнилось у вас на глазах». Знаете, что они сказали после? «У меня не хватило на это места в занятках». Они сказали, «Разве это не сын Йоси? Разве мы не знаем его маму Марию? Разве наши дети не играли в одной футбольной команде?» Мы приглашали его на обед, кем он себя вызывал? А потом они начали задавать ему вопросы. В итоге они так разозлились на Иисуса, что захотели сбросить его с обрыва. Лука показывает нам нечто. Он просто прочитал Писание в родном городе и стал демаркационной линией. Знаете, так было не только в первом столетии. То же самое мы видим. И сегодня. Когда вы говорите, что верите в Слово Божие как истину и авторитет, вы проводите черту. «И не все будут за вас». Лука записал эту историю через много лет после того, как она случилась. Иисус вернулся на небеса, а Лука исследовал его историю и записал ее для нас. Мы думаем, что если кто-то творит чудеса, исцеляет больных, то все принимают его. Друзья, это не так. Это не было истинное в первом столице, когда сам Иисус был здесь. И то же самое можно сказать и о 21 столетии. Мы должны принять решение. Я не хочу быть частным защитником Иисуса. Я всегда так поступал, и мне не всегда было легко. Но я призываю вас выйти на свет, чтобы люди, знающие вас, сказали, «Я за Иисусом». Церковь приткнулась на этом. А что, если мы обидим кого-то? Мы должны являть всем любовь к Божию. Я за это. Я не хочу, чтобы вы унижали или критиковали, но я хочу, чтобы вы несли истину об Иисусе. Я не знаю, почему мы теряем смелость, когда вопрос касается нашей веры. Если вы выступаете за университет Теннесси, то надевайте оранжевое с белым. И гордитесь этим. И вас не волнует, кому это не нравится. Просто все равно. Это справедливо? Если вы за Алабаму, мы помолимся за вас. Если вы выступаете за Ван дер Билла, блаженны нищие духом, ибо они утешатся. Я хочу быть за Иисуса. Я не собираюсь отступать, убирать ногу с газа. Но мы не должны удивляться, когда не все рады этому. Ничего. Я знаю, кому я хочу угодить. Откроем 24 главу. Мы видим других посланников. Мы начали с истории рождения, а под конец Евангелия мы видим предательство, распятие и воскресение Иисуса. В первый же день недели, то есть воскресенье, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. И вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. До этого в Луки ангелы говорили о рождении. Ангелы вернулись, и сказано, когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, умные дамы, когда ангел явился пастухам, то в первую очередь он сказал, не бойтесь, когда же ангелы явились женщинам, то сказано, что они были в страхе. Весьма страшно, когда тебе напоминают о реальности духовных вещей. Знаете, наше сердце не всегда осознаёт, что духовные вещи настолько же реальны, как этот мир, в котором мы живём. Не или-или, а и то и это. Вы не становитесь странным. Вы верите во многие вещи, которых не видите? Верите в гравитацию? Верите в вирусы? Так почему же вы не должны верить в духовные вещи? Послание пастора Аллана, чего вы боитесь? Поможет нам понять, что доверие — это противоядие против страха. Оно также поможет вам воспитать доверие в росте Божьей силы. Узнайте, как победить страх с помощью Слова Божьего. Вы получите этот цикл в благодарность за ваше пожертвование. Позвоните нам по телефону, который видите на экране, или зайдите на сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Аллана Джексона. Вместе мы меняем мир. Лука рассказывает нам о добром Самаринине. Вы все знаете, кто такой добрый Самаринин, даже если не читали Луки. Лука рассказывает нам о блудном сцене. Вы знаете, что это означает, даже если не читали Луку? Я не думаю, что эти истории появились там случайно. Я считаю, что Лука хотел помочь читателям стать эффективными учениками Иисуса. И когда вы видите это, возникает вопрос. Чему он учит нас? Я назову два-три пункта, потому что мы не сможем разобрать все. В 19 главе мы видим историю о Закхее. Она есть лишь в Евангелии от Луки. Закхея, помните, да? Он был мытарем и вором. Помните, где он жил? Это совсем несложный вопрос. Это один из самых старых населенных городов на Земле. Иерихон. Это азис на северном краю Мертвого моря. Он на дне долины. Это самое низкое место на Земле. Простыми словами, в Иерихоне очень-очень жарко. Я был, когда там было 45 градусов. Там сухая жара, как в печке. Это ужасное место. Эта история случилась под конец служения Иисуса. С ним в Иерусалим шла толпа людей. Они шли в Иерихон и должны были повернуть направо, чтобы попасть в Иерусалим. Когда он пришел в город, увидел Закхея на дереве и сказал, «Сегодня я пойду к тебе домой». Закхей был главным грешником в городе. Все знали, что он вор и что он лжец. Он жил в роскоши за счет других граждан, которых он сдавал римлянам. Он был мытарем. Иисус сказал Закхея, «Я пойду к тебе домой». Хорошие люди города были в шоке. Они разозлились на Иисуса. Я уверен, что женщины приготовили ему обед. А теперь Иисус опаздывает. Жиле быстро тает в Иерихоне, если это было оно. Но Иисус пошел домой с Закхеем. Мы видим исход этой истории в 19 главе. Люди начали роптать и говорить. Он пошел в гости к грешнику. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я дам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраам. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Лука рассказывает нам нечто. Он не просто пересказывает историю. Он рассказал нам о Закхее, об условиях, которые были там. А теперь Закхей встает и говорит, «Я дам половину имения бедным». «И четверо воздам за то, что украл». А Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому всему». Он взял худшего грешника в городе, самого публичного и ненавидимого человека, и сказал, «Его можно искупить». Он до сих пор говорит это. «Нас можно искупить». Вам не нужно всю свою жизнь прятать свою историю от Бога. Он знает ее. История Закхея — это история покаяния, о переменах, принятии новой жизни. Это чудесный пример. А затем Лука открывает нам больше контекст. Иисус сказал, «Я пришел найти и спасти погибшее». Я не пришел, чтобы дружить с людьми, которые любят меня. Я пришел, чтобы протянуть руку помощи людям, которых вы считаете недостижимыми. И у нас есть история для разбитых и отчаявшихся людей, потому что мы были такими когда-то. Но я не хочу, чтобы мы упустили суть. Я не люблю читать Библию, просто цитируя при этом факты. Аллилуйя! Если бы я хотел этого, то остался бы в университете. Там график лучше. Суть писания в том, чтобы побудить нас к переменам. Я хочу уделить минуту этому. Покаяться — значит, изменить свои мысли и путь. В этом есть внутренний и внешний компонент. Закия изменил свой взгляд, и это проявилось в его поведении. Покаяние — это сильный инструмент в нашей жизни. Все мы сталкиваемся с искушениями. Некоторых из нас тянет к искушениям. Некоторые из нас выбирают нечестие. Это даже могут быть мысли, а не дела. Вы можете принять мысли, и она приведет вас в ужасное место. Нам стоит покаяться и отвернуться от этого. Господи, прости. И вот хорошая новость. Библия говорит, что если мы покаемся, то Бог верен и праведен, чтобы очистить нас от всякой неправды. Вы можете быть чисты. Вот история Луки. Разве это не радостная новость? Вы можете быть чисты, друзья. Вам не нужно лгать, скрывать, отрицать, оправдываться, валить на других. Вы можете быть свободны. Но есть еще один компонент. Иногда, когда вы участвуете в таких делах, намерены или нет, потому что у нас не хватило ума, зрелости. Зло влияет на всех, в том числе и на детей. Это несправедливо, да. Потому-то оно и зло. Если бы зло играло по правилам, мы бы называли его не злом, а справедливостью. Зло пользуется уязвимыми местами. Есть множество примеров с детьми. Например, они оказываются втянутыми в развод. Бог дарует искупление. И в подобной ситуации. Но дети становятся уязвимыми. Многие люди говорят о том, что становились причиной или делали свой вклад в это. Если бы они могли сказать что-то другое, поступить иначе, то они бы сделали это. А так они несут время. Зло пользуются этим. Так же с разводом приходит отвержение. Его нельзя избежать. Оно такое же ужасное, как жизнь отдельно. Дети принимают это отвержение. И оно становится фильтром, через который они смотрят на весь мир. Вопрос не только в покаянии. Вы можете покаяться в своих грехах, но есть еще один шаг, когда мы отвергаем всякое влияние, которое подобные вещи могут оказать на нашу жизнь. Это может быть и влияние, которое приходит из-за чего-то нечистого. Я хочу отказаться от этого. Ему нет места во мне, нет силы надо мной во имя Иисуса. Я вижу это. Прощение это, когда вас очищают изнутри, но когда вы отказываетесь от него, то сбрасываете то, что надели на вас. Этому не место в вас. Я не был сотворен с пиджаком. Не был. Аллилуйя. И когда я отказываюсь от этого и говорю, нет, тебе место во мне, и силы надо мной, то тот фильтр, который мешал, исчезает, и он исчезает во имя Иисуса. Я противостою ему и удаляю из своей жизни. Обычно я лучше забочусь о своей одежде. Закхей пример там. Лука говорит нам, что его ненавидели, потому что он был нечестным и безжалостным человеком. Он с легкостью забирал деньги, и тут он изменился. Он отрекся от той жизни и вошел в жизнь новую. Мы можем поступить так же. Можем. Я хочу помолиться с вами. Этого нет в записях. Вы можете повторять за мной, если хотите. Мы покаемся в грехе. В том, который терпели, оправдывали. Тот, что покрывали, отрицали. Возможно, это грех безразличия. Не будьте как человек, который говорит, «Я лучше своего соседа». Мы покаемся в этом. А потом мы отречемся от всякого влияния. Нечестивого влияния. Нашего или происходящего рядом с нами. Мы освободимся от этого. склоните головы. Аллилуйя. Закройте глаза. А забудьте о том, кто сидит рядом с вами. Давайте скажем вместе, Отец Небесный. Мы приходим сегодня в смирении, чтобы покаяться в своих грехах. Прости меня. Прости меня за бунт и за упрямство, нежелание сотрудничать с тобой. Сегодня я выбираю новый путь и взываю к тебе. Я почитаю тебя. Я хочу, чтобы ты был на первом месте в моей жизни во всем, что я думаю и что я делаю. Я хочу почитать Иисуса и благодарю тебя за прощение. Ты очистил меня. Ты любишь меня. И ты доволен мной. Я отвергаю все нечистое, всякий злой дух, всякое демоническое влияние, которое прицепилось к моей жизни. Я разрушаю их власть надо мною во имя Господа Иисуса. Я Дитя Божие. Я мыт крови Иисуса. Ты не имеешь власти надо мной. Силы надо мной. Влияние надо мной. Во имя Иисуса Христа я полностью свободен. Благодаря крови Иисуса я освобожден из рук врага. Я Дитя Царя. Мое будущее определяет благодать Бога. И я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Прославьте Его Церковь. Аминь. Аллилуйя. Послание пастора Аллена «Чего вы боитесь?» Поможет нам понять, что доверие — это противоядие против страха. Оно также поможет вам воспитать доверие в росте Божьей силы. Узнайте, как победить страх с помощью Слова Божьего. Вы получите этот цикл в благодарность за ваше пожертвование. Позвоните нам по телефону, который видите на экране. Или зайдите на сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Вместе мы меняем мир. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok